Погоня закончилась убийством. В Ставропольском крае арестованы сотрудники ГИБДД, которые при задержании избили нарушившего правила водителя до смерти. В обстоятельствах этого дела разбиралась наш корреспондент Анна Курбатова. Повторяю, ну и вентябрь, открывай огонь! На этих кадрах раннее утро трасса Лермонтов-Черкеск. Экипаж ДПС преследует тонированную БМВ. Ее водитель не остановился по требованию полицейских. На подкрепление вызвали еще одну патрульную машину. Гонщика почти догнали. Один из сотрудников ГИБДД успел даже открыть дверь его машины и повис на ней. Но лихач попытался его сбросить и только прибавил скорость. Погоня, продолжавшаяся 15 километров, закончилась здесь. Наряд ДПС прижал к этому металлическому ограждению тонированную иномарку. Сейчас на месте происшествия цветы. Именно здесь полицейские вытащили 24-летнего Александра Поломанова из машины и забили до смерти ногами. Эти съемки сейчас покадрово изучают следователи. Двое инспекторов ДПС применили физическую силу к водителю, причинив ему многочисленные интересные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. При этом двое сотрудников ДПС применили физическое насилие и по отношению к пассажиру автомобиля. В машине парень был со своим товарищем Алексеем. Его тоже били. Сейчас он уже выписан из больницы, находится дома, но от комментариев отказывается. Со слов его друга он дал подписку о неразглашении. Леша рассказывал, как все было? На улице Калинина в Пятигорске их попытались остановить. Саша не остановился, так как... На машине у него страховка была просрочена, была затонирована как бы это нарушение. Со слов Алексея он сказал, что был уверен, что не погонился. А потом уже когда он заметил, что за ними гонятся, видимо, испугался. Саша был единственным сыном. Летом собирался жениться. На этих фото он со своей невестой. В день трагедии он успел написать матери смс. Все хорошо, скоро буду. Это было его последнее сообщение. Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, обсуждают сразу две версии случившегося. По одной мужчина скончался от сильнейшего алкогольного отравления, по другой все-таки от побоев. Действия сотрудников ГИБДД сегодня прокомментировал председатель общественного совета при МВД России известный адвокат Анатолий Кучерина. Не было необходимости вытаскивать его из автомобиля и наносить ему телесные повреждения. Такой необходимости не было. И закон это категорически запрещает. Сотрудник полиции мог применить оружие не по человеку, а в данном случае, поскольку речь идет о транспортном средстве, но по крайней мере пробить шину для того, чтобы остановить автомобиль. Регион непростой. Зачем бежать к автомобилю, пытаться открыть дверь и так далее, и так далее. А если бы там сидели вооруженные люди? Беспокойство, прежде всего, вызывает это все-таки непрофессиональная подготовка. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Убийство и превышение должностных полномочий. Троим из четверых накануне была избрана мера пресечения. Один из сотрудников ГИБДД под домашним арестом еще двое-два месяца проведут в СИЗО. Принимал ли участие в избиении четвертый, сейчас уточняется. Сами полицейские от дачи показаний отказались. Анна Курбатова, Владимир Ковалец, Виктор Ангелов, Ольга Кири и Светлана Ведяшкина. Первый канал.